Что тут стесняться? Но многие взрослые ходят в магазин со шпаргалкой. Так, что тут купить? Значит, молоко, сахар, гречка, масло. Ну, от силы десяток слов, а запомнить не могут. Нашему следующему участнику такие шпаргалки никогда не понадобятся. У него феноменальная память. Встречайте мальчик, который удерживает в голове огромный объём информации. Суперагент Амир Боговеев. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя всё получится. Привет. Мерхоба. Я не ошибся, или ты сейчас сказал Мерхоба? Да. А откуда ты к нам приехал? Из Турции. А ты давно уже в Турции? Ну, пять лет. Ты, наверное, изучил местные традиции, обычаи? Ну, да. А есть у тебя, Амир, какая-то любимая традиция турецкая? Ну, да, турецкая свадьба. А как они проходят? Ну, там сначала приходит очень много людей. У турков обычно очень много родственников, друзей. Они всех, всех их приглашают туда. Класс. Так. И ставят столы там. И потом они вешают деньги. Куда вешают деньги? Ну, к мужу и жене. Ну, к жениху невесты, к мужу и жене прилипают деньги, они на них лепят деньги? Ну, да. Ну, конечно, не сильно так лепят. Ну, куда можно туда и пихать. И много раздают денег? Ну, да. Один турк один раз собрал со свадьбы один миллион лир и 15 килограмм золота. Ничего себе. Какая хорошая, полезная традиция. У этого турка столько родственников было? Или они просто все богаты? Наверное, я не знаю. Ты с ним лично не знаешь. Я подумал, что это ты, может быть, тот самый мальчик, который собрал столько денег. Или тебе еще рано? Жениться не собираешься? Собираюсь. Конечно, с такими традициями. Слушай, вот в спорте очень легко с рекордами. Кто выше прыгнул, кто там дальше молот бросил. А как в твоем хобби измеряются рекорды? В количестве запоминальных слов. Запоминаемых слов. И сколько ты можешь запомнить слов? Мой рекорд 98 слов. И он у тебя в голове, и ты им крутишь, вертишь, как хочешь? Да. Ребята, мы ни за что не поверим просто так, Амиру, на слово. Просто такие условия в нашей программе. Я подготовлю все. А ты пока что расскажи о своих суперсекретах, как тебе это удается, моему коллеге Андрею Данилевичу. Хорошо? Аплодисменты! Здравствуй, Амир. Присаживайся. Очень сильно выглядишь. Спасибо. Молодец. Я вот слышал, ты сказал, что намерен жениться. Ты тоже будешь свою жену задаривать так подарками? Ну да. Ты уже прикинула, какая часть бюджета будет уходить на жену? Ну, примерно 60% зарплаты. Какие будут обязанности у твоей жены? Чтобы когда я переходил домой, там подушки не валялись на полу, все, обед был готов, на столе лежал, все было горячее, чтобы она меня хорошо любила. Аплодисменты! А у тебя какие будут обязанности? Приходите ровно 20.00 домой, с зарплатой вместе. А где ты будешь работать? Профессиональным запоминальщиком. А где они могут найти себе применение? Ну, программистом можно стать легко, можно в шпионских, что ли, отделах там работать, когда запоминать. Допустим, у меня можно проверить, какая память? Ну да. Есть способность к запоминанию? Каким образом? Может, ты мне там набросаешь несколько слов, да? И я постараюсь запомнить, да? Да. Стол, стрелка, драчун, вулкан, персик, ключ, ремень, парус, снегопад, этикетка. Стол, стрелка, что там дальше было? Драчун. Драчун. Стол, стрелка, драчун, тюльпан. Я так не думаю. Да. Короче, на третьем, я на четвертом споткнулся. Ну, в принципе, у вас хорошая память для неподготовленного человека. Да ладно, куда там три слова? Восемь, примерно восемь слов. Подожди, а ты помнишь, что ты назвал, какие слова? А ну. Стол, стрелка, драчун, вулкан, персик, ключ, ремень, парус, снегопад, этикетка. Ты сегодня к нам с тренером приехал? Да. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Вы готовите ребят для каких-то, может быть, специальных служб, каких-то секретных агентств? Если повезет, то да. Они могут быть действительно профессиональными запоминальщиками. Это одна из редких профессий. Таких людей, конечно, приглашают на переговоры, деловые переговоры, нужные переговоры. То есть они действительно обладают таким, ну скажем, технической памятью. В этом шоу мы привыкли проверять все знания детей, все таланты детей. И мой коллега Андрей Даманский подготовил несколько задач для тебя. Я надеюсь, ты справишься. Я в тебя верю. Ты готов сейчас к испытанию? Давай поприветствуем Андрея. Идите, пожалуйста, ко мне, Амир. Амир, вам 11 лет? 10. 10 лет. И прям все-все-все запоминайте, да? Да. А вот скажем, сколько вам нужно времени для того, чтобы запомнить, ну допустим, 40 слов? 30 секунд. 30 секунд, полминуты, да? Да. Амир, я сейчас попрошу зрительный зал нам немножко помочь. Перед началом съемок мы раздали нашим зрителям 40 табличек. На этих табличках слова. По смыслу они, ну никак не рифмуются и не составлены в целое предложение. Я попрошу вас сейчас встать по центру. По моей команде зрители поднимут 40 табличек. У вас будет полминуты для того, чтобы изучить эти 40 слов. А потом я поверну вас спиной к зрительному залу, и мы проверим, насколько хорошо вы эти слова запомнили. Да. Отлично. В таком случае будьте предельно внимательны. Дорогие зрители, поднимите таблички. Опускайте таблички. 18 секунд. Поворачивайтесь спиной, пожалуйста, так. Ну, Амир, начинайте. Тропосфера, карандаш, пальто, картина 1889, телескоп, деревня, Ван Гог, камень, параллель, деньги, фибоначчи, глаза, карандаш, карета, пантеон, секунду, скрипка, апельсин, облако, лапидарность, коробка, астрофизик, секунду, астрофизик, каллиграфия, идентификация, аксельбант, диван, Италия, дерево, раритет, качели. Так, все, достаточно мне все ясно. Стоп. Теперь, пожалуйста, я попрошу вас со слова диван назвать 10 слов подряд. Слева направо. Диван, Италия, дерево, раритет, качели, физиогномика, дом 1931 год, филигранность, медаль, амбидекстр. Как? Уважаемый Амир, а что такое амбидекстр? Амбидекстр? Да. Это тот человек, который может и правой, и левой писать рукой. Одинаково владеет левой и правой рукой? Да. Давайте сейчас с самого последнего слова из этих сорока, вы помните его? Да, бабочка. Так, бабочка. Вот давайте со слова бабочка в обратную сторону пойдем. Если вы готовы, начинайте. Так. Бабочка, дежавю, горностай, зеркало, амбидекстр, медаль, филигранность, 1931 год, дом, физиогномика, качели, раритет, дерево, Италия, диван, аксельбант, идентификация, каллиграфия, астрофизика. Так, достаточно, Амир, достаточно. Амир, амбидекстр, молодец, 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 молодец. Тишина, тишина. А в этом списке слов есть слово «качели». Амир, я попрошу вас сейчас справа налево, то есть в обратном порядке, со слова «качели» называть каждое второе слово. То есть слово «качели» сказали, следующее пропустили, потом опять назвали, потом опять пропустили. Вы сможете? Да. Попробуйте. А сколько? Десять слов, да? А вы называйте. Ага. Так, какая слово? «Качели». 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 Секунду. Дерево. Диван. Идентификация. Астрофизик. Лобидарность. Секунду. Секунду. Апельсин. Пантеон. Карандаш. Секунду. Фибоначо. Параллель. Достаточно. Ни одной ошибки. На самом деле и это еще не все. Друзья, я попрошу вывести сюда таблицу с сироглифами. Здесь, на этой таблице, написано о том, что ты, Амир, круче всех. Амир, ты круче всех. Это полотно разбито на маленькие квадраты. С другой стороны, каждого квадрата находятся иероглифы китайские, иероглифы японские и символы арабского языка. Ты смотришь ровно минуту на эти символы, после этого ты поворачиваешься в зал лицом ко мне спиной. Я эти символы в хаотичном порядке меняю местами. Твоя задача потом вернуться к доске и вернуть символы в том порядке, в котором они находились изначально. Если ты все сделаешь правильно, то надпись «Амир, ты круче всех» снова появится на этой таблице. Задача ясна? Да. Я прошу полную тишину. В зрительном зале ничто не отвлекает Амира от его основной задачи. Амир, минута началась. Амир, минута вышла. Да. Поворачивайся, пожалуйста, спиной к этой доске. Хочешь помочь? Давай. Так, дорогие зрители, я хочу, чтобы вы сейчас убедились в том, что мы с Андреем Данилевичем максимально перемешали квадраты на этой таблице. И сейчас Амир должен воспроизвести изначальный порядок нахождения символов в этой таблице. Амир, минута. Ты закончила? Да. Да. Все правильно. Можно поворачивать? Да. Внимание. Амир, я не знаю, захочешь ли ты продолжать дело Штирлица или Агента 007. Но мне ясно одно, твоей жене не придется писать тебе шпаргалки в магазин, что купить и в какой последовательности. И, конечно же, нет сомнений, Амир, что ты круче всех. Подарок и медаль в студию. Это что-то невероятное, Амир. Поздравляю. Поздравляю. Это то самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех. У тебя все получится. Субтитры подогнал «Симон»